После капитального ремонта во всем известной мастерской в другом городе. Если честно, далеко они находятся. Да, вот здесь большие. Любимого G4KD, автомобиль все тот же Kia Sportage. Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале VMZAP. С вами я, Роман. Сегодня к нам обратился владелец автомобиля Kia Sportage. И обратился он с тем, что после капитального ремонта, который он делал на своем автомобиле 40 тысяч километров назад во всем известной мастерской в другом городе, жор масла у него не прекратился, а наоборот немного увеличился. И к нам он обратился с тем, чтобы мы помогли разобраться, в чем же проблема, и что явилась причина и масла жора. Ну, для начала давайте мы ему проведем эндоскопию. И уже по результатам этой эндоскопии, в зависимости от того, что мы там увидим, можно уже сделать какие-то выводы. Итак, поехали. И небольшую предысторию этого автомобиля нам любезно согласился рассказать сам владелец этого автомобиля. Он у него новый, он первый хозяин. Давайте же спросим немножко и узнаем небольшую историю этого автомобиля. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе и что у вас с автомобилем, что вас привело к нам. Добрый день, зовут Виталий. Машина 2013 года. Значит, все как бы устраивает, все хорошо. Более-менее машина нравится для семьи. Но на 100 тысячах делал капитальный ремонт двигателя из-за задиров поршней и цилиндров. А вы первый владелец этого автомобиля? Я первый владелец, да, брал ее в автосалоне. Ну, стук уже, конечно, замечал на 70 тысяч. То есть машина дизелила, ну, реально грубо работала. После капитального ремонта что-то пошло, как говорится, не так. А капитальный ремонт вы сделали, расточили блок, поставили новые поршни? Поршни, гильзы, все оригинал, все так, ну, делалось, как говорится, на совесть для дальнейшего вождения и эксплуатации машины. Но, как говорю, что-то пошло не так и продолжает немножко кушать масло. Даже не то, что немножко, с каждым километром чуть-чуть больше и больше и больше. А расход, вы говорили, литр на 2-3 тысячи? Это, да, 300 грамм на тысячу километров, то есть, ну, в этом пределе. И на каком масле ездили, до ремонта и после ремонта, тоже очень важно, потому что народ интересуется. До ремонта я ездил на Shell Helix Ultra 5W30, после ремонта я перешел на 5W40, но был и Castrol Magnatec, и Loop Oil Genesis, и в данный момент Mobil тоже 5W40. То есть, после ремонта вы одно масло не ли, то есть, получалось, ну, три раза экспериментировали, да? А сейчас к нам приехали на эндоскопию, посмотреть, что же... Посмотреть, да, в чем проблема, почему продолжает кушать масло двигателей. То есть, хотелось бы эту причину убрать. Ну что ж, спасибо, а мы сейчас дождемся, пока остынет двигатель, и посмотрим, и с удовольствием вам покажем, что же там внутри цилиндров творится. Ну и по состоянию подкапотного пространства можно судить о том, что владелец действительно бережно относится к своему автомобилю, и это не как с тем автомобилем, где у нас владелец АХ-35 помыл двигатель перед тем, как приехать в сервис. Здесь, да, действительно, владелец заботится об автомобиле. Ну и по внешнему состоянию можно это посмотреть. Нигде там ни царапинки, ни ржавчинки, не облезает ничего. Все прям в идеальном состоянии. Единственное, конечно, выдает наши суровые условия эксплуатации. Это эмблема Kia, которая облезла. Но это мелочь, на скорость не влияет. Вот, и давайте же посмотрим, какой пробег на спидометре. Ну, пробег у нас, да, 139 с копейком, 140 тысяч километров. И обратите внимание, что комплектация у нас достаточно редкая. Механическая коробка передач на автомобиле стоит. Ну, чаще к нам приезжает, конечно, с автоматами. Ну и по салону тоже очень аккуратный салон. Он подтверждает наши слова о том, что владелец любит свой автомобиль. Но он и сам нам говорил, что ему нравится. Немножко, конечно, подрастроился с расходом масла. Но я думаю, эту проблему мы ему все-таки решим. И посмотрим пока состояние свечей. Вот мы их сейчас сюда положим. Как они были в цилиндрах. Владелец нам рассказал, что он сам смотрел в цилиндры эндоскопом. В первом цилиндре у него были самые сильные отложения масляни на клапанах. Ну и по первому цилиндру видно, что свечка такая самая. За это самое. С нагаром. Большинная резьба в масле. Так, по изолятору он проехал на этих свечах около 10 тысяч километров. Остальные свечки чистенькие. Хорошие. Вот только подозрение вызывает первая свеча. Что-то там не в порядке в первом цилиндре. Ну, давайте дождемся эндоскопии. Посмотрим и увидим. Так, первый цилиндр у нас. Маленькие-маленькие царапки присутствуют. Да, ну-ка, перевернем, посмотрим. Да, вот здесь большин. Это та же сторона, да? Да, 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 это все та же. Это все та же. Так, продолжаем. Это все опять же, все первая цилиндра. Да, маслица. Хон, кстати, хороший. Маленькие риски были, незначительные совсем. Чуть-чуть масла есть. Вон там оно, по-моему, пониже еще, да? Нет, это башка. Я перевернул камеру. Это клапан. А, ты вверх ногами смотришь? Да, 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 я этот, вот, ишь, потечь вода, вот, масло. Да, 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 да. Вот этот потек масла, блядь, такое. Блядь, масло чуть-чуть присутствует, да, соглашусь. Нагарный длищик, да, он есть. Не, ну, 40 уже проехал он. Вот с этой стороны, поршень, как-то вот блестит сильней. Намыт. Да, 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 да. Здесь меньше. Здесь меньше, да. А посмотри на стенку цилиндра. Может там какие-то царапки, видите? Мелкие, мелкие. Ну, это передняя стенка. Холодная. Да, 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 да. Оп, еще разок. Хон хороший, да? Хон хороший, да. Вот чуть-чуть вот запотевается. Вот маслица вот еле-еле. Это желтая, потюрки хон. Да, 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 это маслица. Просто я и не верю, что это масло-стема. Вот царапины там были, но это не критичные такие. Да, 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 да. Не, не, ну, вон, хон, он, вот, смотри, хон есть. Такое ощущение, они больше похожи на это, на колечки. Как вот. Ну, что вот оно. Моя, она прям, видно. Да, да, да. Давай четвертый загоним. Без проблем, давай заглянем. Так, это четвертый цилиндр. Так. О, а здесь, видишь, нагара меньше на поршни. Так, тут и поршень сухой, как ты заметил. Да. Поршень, видишь, сухой весь, и ненамытый. Хон хороший, прям. Конечно, вообще ничего нету. Ну, маленькие, маленькие мелочи. Нет, ну, детонация же все равно присутствует, как говорится. Не, на обычные задиры, если есть, они прям подор, но так, что... Внутри тоже чуть-чуть масла. Смотри. Угу. Пятнышко. Вот оно. А это сейчас горячую сторону смотришь или холодная? Это холодная. Холодная, вообще чистая сторона. Да, да, да. Это вот холодная сторона. Прокрутись. Ну, вон. Как и довольно смартфица. Одна, две сорокины. Тут тоже, знаете, как получается, лет 15-20 назад, когда в цилиндры так вот залезали, смотрели, считали, что это кошмар и капец. Да, мотор надо ремонтировать. А сейчас уже, ну, нормально, что там, ну, 100 тысяч, мотор прошел, это хорошо. Если раньше, там, 400-500 тысяч, и там, колпачки мы со съемными меняли. Ну, да, тут, не, это не колпачки. Нет, я говорю, в принципе, здесь-то понятно, что что-то с... Давай, интересно, глянем еще второй и третий. Польцами. И еще, скажите, пожалуйста, катализатор удалили на этой машине? Да, удалял, когда капиталил двигатель на 100 тысяч, перепрошивали на Евро-2. Ежем без катализатора. Вот 40 тысяч до ремонта, вот до сегодняшней проблемы, ездили без катализатора. Да. И еще вопрос, а почему тогда они обратились в ту организацию, где ремонт делали? Ну, если честно, далеко они находятся. А, неудобно. Даже неудобно, родина очень большая, масштабы огромные, поэтому нет смысла обращаться туда. Понятно, хорошо, спасибо. Так, второй, третий. Третий цилиндр. Нет, второй, второй. А, второй, да, второй, 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 второй цилиндр. Холодная сторона, да? Горячая. Это горячая часть. И Хон, кстати, во всех цилиндрах тоже хороший. Да. Нет, вот четвертый и первый. Что-то по маслу мне не нравится. То, что это маслосъемные колпачки, я не верю в это, честно. А вот то, что колечки, тут больше. Еще можно попробовать, чисто для себя. Сменить масло, попробовать заглушить на тысячу клапан. Ну, чисто, чтобы убедиться на сто процентов. Вентиляции? Да. И тысячу проехать, ну, посмотрите. И если ничего не изменится, то колечки. Тут два варианта. Или ездить так, всегда за маслом уровнем следить. Или капиталить еще раз. Ну, капиталить уже, скорее всего, без хонинговки. Без ослышки. Если там не задрано. Опять, надо вытащить, промерить все, поршня. Если там поршня болтается, то гильзовать заново. Ну, в любом случае, это только вскрытие. Нет, это, конечно, только вскрытие. Просто помнишь, у нас же был после капиталки. Мы его после гильзовки вскрыли, а там поршня вот так делали. Ну, там и, да, криво сделают. Ну, да, я с тебя и видишь, и пришлось заново перегильзовать, потому что они не пошли. Тут как-то вот так. Ну, надо начинать, но не меньше. Выполнена эндоскопия. По ее результатам мы обнаружили масло на стенках цилиндров. Хотя хон хороший. Задиры очень маленькие, не критичные, не принципиальные. На них можно, в принципе, вообще внимания не обращать. Поэтому в связи с этим порекомендовали владельцу сейчас залить другое масло. Ну, как пример, хотя бы взять наше, там, Мобис 530. По ездить тысячу километров, обратить внимание на расход масла. Если расход масла не изменится, то заглушить, опять же, на время вентиляцию картера и тоже проехать тысячу километров. Если после этого результат не изменится, будет продолжаться масложор, масложор, то уже тогда нужно приехать в сервис и заняться разборкой двигателя для установления причин масложора. В этом случае он тогда уже будет уже где-то в железе находиться. Ну, а вы пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!